Так, счастье мне сейчас сказал, чтобы не видно в мешке было. Так. Что случилось? Всего три человека. И вас нормально берет. Это чисто русские люди. Настоящие русские. Друг друга давить, как в шее надо. Три человека всего-таки. И уже мира. А это родные брат с сестрой. А мира нет. Молитвы нет, веры нет. У верующих было бы не так все. Иди сюда. Рассказывай, что случилось? Не надо, не тяни. Случилось, что мы стояли с Фросей в телеге. Ждали тетю Марину. Сзади стояла Полина. Она толпала. Еще не понятно. Стояли телегу. Ты скажи, что за телега? Откуда идет она телега? С Москвы, с Парижа. Что за телега-то? Мы взяли телегу у нас здесь. Ты телегу-то видел или нет? Вон телеги стоят перед окнами. Вон, две телеги там. Это музей из них сделают. Телеги. Это лошадь напрягает. Ходили туда и взяли телегу оттуда? Нет. На какую? Других нет телег в деревне. Здесь, которая... Это тележка. Тележку. Зачем? А, тянешь. Зачем? Полина стояла сзади. Я прошу, зачем ты тянешь? Это московская речь. Я там был. Э-э, я, э-э, там, э-э, был. Бычинная речь. Просто щеткой ясно скажи. Полина толкнула, мы чуть на нее упали. Так, Полина толкнула. Чего она толкнула? Э-э, просто... Опять, э-э, ты уже не можешь тянуть-то. Чего бурчишь-то, как страус, которому мешок на голову надели. Э-э, ты в школе так и отмечаешь, мысишь. Это когда сказать нечего, он заполняет промежутки. Ну и видно, очень грамотный человек. У него когда столько мыслей, что они не успевают, и просто мысчание происходит. Бык деревенский. Марина подскочила и толкнула. Полина. Полина. Кого толкнула? Тележку. Ну и что она надела, детежка, куда она поехала или что? Тележка поехала, мы с вручей чуть ли не упали. А вы где стояли? У ручки там где-то или издатель? У ручки. И она так толкнула, что вы чуть ли не упали? Да. Ну допустим так, и что дальше? Опять, ага. Потом мы стали подвигать назад. На место поставить ее? Да. А зачем это делать? Ну, чтобы... Посмотри. Лежит на кровати один. В камере 112-й. Барнаульское СИЗО. Тюрьма. Ему выписали уже все. Дело его идти на суд. И я вот... И сам разговаривает. Ну, я не виноват. А еще написано, суд завтра ему будет. Я говорю, что ты мужчина сидишь-то? Тарень какой-то. Ну, это... Что это? Ну, мы шли. Из этого судить будут, что шли? Нет. А за что? Ну, тут парень один навстречу попался. И что? Ну, у него шапка упала. То есть до вас шел, она не падала. Как когда до вас дошел, шапка испугалась? У нас и сама слетела. Ну да. Ну, ладно, все. Ну, и... Ну, парень нагнулся и шапку взял. А дальше что? Ну, я тоже шапку взял у него. А зачем? Ну, я хотел его поднять, он первый взял. На которую шапка? Ну, я хотел взять и ему отдать. А раз он первый наклонился, я решил отобрать сначала, а потом ему отдать. Я говорю, на три года думать будешь. Так и есть, три года дали. Все, отмущала коробка. Вот я это, он лежит, он сам расширает. Ну, явно, что он сшип. И шапку я тут успел схватить парня. А вот теперь, ребят, я к себе. А все остальное муть болотная. Лягушащие мозги. Что она сделала-то вам, Полина? Мы стали ее ставить назад. Полина стала упираться. Мы стали еще... Я не понял, тебе ляжку надо было везти куда-то или нет? Да. А куда, в какую сторону? Куда Полина толкает или куда вы? Куда Полина? Где Полина? Ну, как надо было послушаться и тащить, куда она толкает. Так рано ведь было. Так рано ведь было еще. Ну, вы бы ей сказали. Что решила, покататься? Ляж, и мы прокатим тебя. Вопросы решены. Сколько вопросов-то так легко было решить. Дальше расскажем. Все дальше-то? Полина стала упираться. Мы стали еще чуть сильнее толкать. Наверное, надо ее упираться. Вариант так простой. Она толкает. Ну, ты положил тележку, отошел. Пусть она толкает. Ты-то зачем ее держишь эту шапку-то? Она не твоя. Тележка не твоя. А я решил ему отдать. Поэтому я у нее вдруг отрываю. Я же решил ему отдать. Так она у него. Но я решил ему отдать. Он уже ее взял сам. А я решил ему отдать. Да что еще можно сказать? Замкнула, искрит и искрит. Ну, ты положил... Как она? Ручки там что-то. Отошел в сторону. По линии надо, пускай она тащит. Все, вопрос решился. А ты как решил? Тебе надо обязательно в то место, где она стояла. Чтобы клеммы сошлись. Чтобы легчество ударило тебя в живот. И ты бы пи-пи-пи и покатился в туалет. Ну, Жер. Это писец, Нестор. Что дальше-то было? Почему ты это не взял? Вариант-то был простой. Они давят. Вам не надо, она давит, то и пускай давит. Отошел, положил тележку. Куда она его давит-то? Она ее бросила. Ей интересно было вас проверить. Какой конфликт-то? Его и не было бы. Упрямство мужчинное. Драть тебя надо, как сидору указывал. Ты же мужик. Вдвое, а просит, кто просит? Тут она посуетилась. Ухватилась. Почему не отошла-то сразу? Ну, давит полину. Ну, и стояка ее делала. Тележка одна. Зачем бы нам это одно? Зачем вы ему на место ставите-то? Она шапка уже в руках у хозяина. Нет, а я решил ему отдать. Ты решил тележку поставить на место. Как вы друг друга не подавили-то? Сейчас было бы здесь тут пусто. Так они ее уронили. Кого? Она упала случайно. Упала. Упала. Да как не упала, когда двое прют на нее? Когда она просит, она голову выше. Зачем вы давили-то на нее? Вы же могли задавить ее. Она приехала посмотреть, как тут красиво. А тут такие люди, что из-за тележки задавят тебя. Чего она теперь приедет на Украину-то? Вы позор-то какой дали другому государству? И скажет, не зря русские везде лезут, девчонку не задавили. Ну? Все разрулили. Драть тебя надо. Так. Подвинься, проси до места. Давай, Фросиня Андреевна, по порядку излагай. Как дело было? Ну, так и было, как местор сказал. Так и было. А зачем вы ее давили-то, что она упала даже? Мы хотели тебя будем на место вернуть. Мы думали, у нее загружать что-то будет. Ну, раз уже так получилось, положила, да и отошла, ничего и не надо. То есть у вас уже замкнуло, мысль назад повернуть никак нельзя. Только вот туда, вперед. А если назад, у вас опять замыхает, и дым пошел из ушей. Вопрос просто решается. Отойди и все. Требуют у тебя верхнюю одежду, а ты отдай ему нижнюю. Ты читала про это? Да. А почему так не пустила? Она требует тебе тот ход, а ты отдай ее на любой ход пустила. И все. Вопрос решился. Так по Евангелию. Не на чем, ведь? Не на чем. Как же? Игнатий Тихонович, мы уже переговорили с Полей, извинились перед ней. И конфликт улаживали. Поле я правильно говорю? Угу. Все. Пирожок тебе отдали, да? Зачем вы это делали, разберите сначала. Мы с ней переговорили. Да не надо и дальше говорить-то было. Вот у меня с Полей конфликтов никаких нет. Я говорю, какая она бодрая, как она бегает, как играет с собачкой. Мне все нравится. Может, я многого не вижу еще, я не все время в окно смотрю. Интересно, вот это дерево, там развилка. Я когда на молитву становлюсь, я в развилку видать окошечко голубя, как они залазят. Я на молитву старею, радуюсь. Вон, ветлина где, а напротив окна. Вон, правая, которая. А гнездо-то вон там, это, леток. И прямо из летка так видно было. Значит, ты это мне говоришь для того, чтобы сказать, зачем это все нужно, когда мы уже приберились. Что тут разбирать-то? Ты ведь вы что хочешь сказать? Так? Да. Молодец. Какая глубокая мысль. Ты, Фрося, неправильно мыслишь. Если брат против тебя согрешил, написано, выговори ему. Выговори. А ты как считаешь? Она вам выговорила, нет, что вы ее чуть не задавили? Она выговорила. А она выговорила, да? И после этого? Мы перед ней извинились. А в чем заключалось ваше извинение? Мы извинились за то, что... Вы не знаете, что я вам скажу, что нужно делать было. Как отобедом сейчас, положите там мягкую палатку, там еще матрасик, и Полина пусть там сядет, как принцесса. И до Барабашей ее навезете обратно, вот тогда будет видно. Поняла? Поняла. Все. Приготовься. Пообедает, они просто прокатят по деревне. Мы ее снимем. И она будет ехать, вот так вот пальцы поднимет, как Боярлина Морозова. Вот так вот, два кста сделай, покажи. Вот так сложи пальцы. Ну, она глядет, она... Один-два мальчика, не надо пальцев, вот эти два пальца рядом на коптичке были. О, все, вот так вот поднимешь руку, они тебя так повезут. За стол. Так, а что ты говоришь, не проходит? Для меня, я не прошел, ты к обеду, а что ты можешь сидеть? А ты сейчас? Разрулили, завтра сядет, садись, дядя Вова. Сдрался, отдали, сувезли, мы съездили. Я не знаю, сегодня, что там будет, а потом спать спокойно или нет. Я сейчас говорил насчет, с лавиной говорил. Представь, впервые в жизни говорил так долго, 50 рублей переговорил. За раз, Володя, вообрази. Это я раньше за 5-5 рублей говорил. Ну, тут никак, повторяю, повторяю. Что-то сложное, а то другое, то есть везде безмозглое понятие. Вот музей, это старые горшки слепленные, подковку ржавую нашли какую-то. Я говорю, музей, для будущего показать, как мы жили, как детей воспитывали без помощи государства. Вот, поднесутся крестящие, не будем, поминяй нас. А, не минь. Давайте. Ничего себе, лепешки. Лепешки, ватрушки разные, а я не могу, у меня дали что-то. Ватрушки подсушеные, как вы любите. Не возьмите, вот, понял. Давай, теперь. Справа Богу. Это нам больше.